Вернуть детство. Шестилетний Данила Луков пострадал от взрыва снаряда в селе Берестовое Донецкой области. Трагедия произошла два года назад. Из-за ранения мальчик начал хромать. У малоимущей семьи не было денег на лечение. И с каждым месяцем Данилов становилось только хуже. Историю продолжит Оксана Корчма. Еще недавно шестилетний Данил улыбался редко. Боялся выходить на улицу и ни на шаг не отпускал от себя маму. Мальчик перенес ужасы войны. Ну оттуда прилетело, вот упало сюда. В 2014 году в село Берестовое прилетел один единственный снаряд. Он разорвался во дворе, когда там находились взрослые и дети. На глазах у Данила погиб его двоюродный брат. Самого мальчика тяжело ранило. Было вырвато, стопа не работает. За два года раны на теле ребенка затянулись. Но часть мышц на ноге отсутствует. До сих пор каждый шаг для маленького Дани – испытание. Недавно мальчику привезли специальную ортопедическую обувь. В ней он ходит даже дома. Платформа поддерживает раненую стопу. А дополнительные застежки обеспечивают устойчивость. Приобрести самостоятельно такую обувь для своего сына Татьяна не могла. Помог штаб Рината Ахметова. Поддержку семье оказывают не впервые. Так как у Дани после ранения было искривление ножки, ношение ортопедической обуви позволит выровнять ходьбу. И ребенок сможет ходить полноценно. Если не носить эту обувь постоянно и не приобрести ее своевременно, то Даня может остаться хромым на всю жизнь. За все время работы штаба помощь на лечение получили более 1800 детей Донбасса. Довольные на 100%. Более активным стал. Спасибо фонд Рината Ахметова. Дядя Динат, спасибо вам за обувь. Даниил только вернулся из Запорожья, где прошел реабилитацию по специальной программе штаба Ахметова. На память о хорошем отдыхе привез сувенир. Это магнитик. После курса лечения Даниил начал чувствовать себя спокойнее и уже без опаски гуляет на улице, надеясь, что в родном селе больше никогда не разорвутся снаряды. Привет, Данил. Я вообще-то девочка. А еще сбылась мечта Даниила. Парень теперь может играть со сверстниками в дворовой футбольной команде. Оксана Корчма, Владимир Конопля, Олег Жук, телеканал Донбасс.